В воскресное утро в фармкорпусе КГМУ было необычайно людно. Здесь собрались школьники и их родители, преподаватели, студенты и работодатели. Традиционный день открытых дверей собрал сотни участников. Анна Хрипунова из Железногорска решила, что станет педиатром еще в шестом классе. Я выбрала именно педиатрию. У меня многодетная семья. Я привыкла к детям. Мне нравится работать с детьми. Они веселые. Мне нравится как-то помогать, как-то взаимодействовать. Именно поэтому я решила пойти на врача. И хотя сердце девушки подсказывает ей стать педиатром, она готова рассматривать и другие варианты. Я хочу посмотреть, как происходит все на остальных кафедрах. Может выбрать какие-то плюсы, какие-то минусы из этого. Возможно, даже пересмотрю педиатрию на какое-нибудь другое направление. Что вряд ли. В этом году мероприятие отличается от традиционных. Помимо рассказов преподавателей о кафедрах и направлениях подготовки, для школьников провели экскурсии по вузу и анатомическому театру, показали общежития и спортивные площадки. Еще особенность в этом году. Впервые появились работодатели. Обычно они появляются, когда мы вручаем дипломы. А вот сегодня они будут выступать и говорить о возможностях нашего диплома в смысле трудоустройства. Главный врач Центра гигиены и эпидемиологии в Курской области Марина Ковальчук отметила, что среди соискателей выпускники Курского меда ценятся особенно. Их отличает готовность быстро реагировать на вызовы времени. Особенно ярко это показала пандемия. Специальность очень востребована в условиях нынешнего времени, в условиях, когда возможны всевозможные биологические агенты, новые, новые виды инфекций или возвращение старых инфекций. В этом году КГМУ предоставит 700 бюджетных и столько же внебюджетных мест абитуриентам. Особые льготы при поступлении школьникам, чьи родители принимают участие в СВО и детям-инвалидам. Лариса Марковчина, Геннадий Воробьев. События дня.